Здравствуйте, я Атажанов Тимур, агроном тепличного комплекса Таврия-Скиф. Сегодня середина декабря и мы уже полностью завершили выращивание второго оборота. Тепличный комплекс площадью 2 гектара во время выращивания второго оборота был занят двумя культурами. Первая культура у нас была томат, компания Сингента, два основных гибрида, бадерин и дантина. Также 1 гектар у нас был под сладким перцем, компания Клосс. Основной гибрид у нас был Каризма и несколько теплиц, 15 соток у нас было под гибридом Соломон. Это два красноплодных кубовидных перца. На сегодняшний день мы из теплицы убрали все растительные остатки, корни, стебли, листья, чтобы в теплице они не оставались и не накапливались в теплице у нас вредители и болезни, которые могут находиться на растительных остатках. Так как мы в теплице не придержимся севооборота, у нас 2 оборота в год. У нас довольно часто томат после томата, томат, перец, огурец, томат у нас нету севооборота. И необходимо делать все возможные мероприятия, чтобы снизить порог накопления вредителей и болезней в теплице. Сейчас мы проводим замену внутреннего слоя пленки. Пленка толщиной в 80 микрон, простояла у нас 2 года. За это время она потеряла изначальную светопропускную способность и стала более хрупкой. А это два основных лимитирующих фактора для начала первого оборота. То есть пленка с плохой светопропускной способностью, не такой, как изначально. Она пропускает меньше света в теплицу растения, будь то томат, будь то огурец, будь то другая культура. Недополучая света, вытягивается. И мы на высоте шпалеры, высоте 2 метра, получаем меньшее количество кистей, меньшее количество урожая в конечном итоге. Растение вытягивается, оно более вытянутое, более хрупкое, более подвержено восприятию болезней. И второй фактор, хрупкая пленка, ее трудно между собой соединить. Соединить и в местах стыка у нас получается плохое соединение. И в эти щели, там где пленка не соединилась, мы теряем тепло. Тепло у нас выходит внаружу, у нас получается термос не работает, а тепло очень дорогое. Стоимость угля, пиле, дров каждый год повышается. Сразу же после замены пленки мы проводим дезинфекцию всего объема внутри теплицы под вторым слоем пленки. Мы применяем препарат Биодез из расчета 700 мл на 10 л воды. Раствор с этим препаратом должен быть подогрет до температуры 20-22 градуса. И должно быть обработано внутри теплицы, под вторым слоем пленки, где сейчас я нахожусь, весь объем. Все, что находится внутри теплицы. Почва, трубы, шланги отопления, трубы. Все, что находится в теплице, куда можно попасть этим раствором, все должно быть обработано. На теплицу у нас теплица 10 на 50 и высотой 2,5-3 метра. Это получается 1200-1300 метров купеческих. Мы выливаем 50 литров этого раствора. Сразу же после обработки мы закрываем теплицу и оставляем на 5 дней, чтобы препарат максимально подействовал, чтобы пары с ним никуда не испарялись. Все осталось в теплице и произвелась максимальная дезинфекция от болезней. Так как они все время накапливаются. И во время выращивания первого оборота, март месяц, он довольно сырой. И у нас там проявляются такие болезни, как очень часто серая гниль. И необходимо этот порог ее снизить. По истечению 5 дней мы заходим в теплицу и в рядах, ряды у нас все время на одном и том же месте, уже 5 лет, сколько есть эти теплицы, они все время на одном и том же месте. Берем почву и сдаем ее на анализ. Нам необходимо знать, что у нас находится в корнеобитаемом слое, в этом объеме. Необходимо знать, какая у нас кислотность почвы, какая общая насыщенность с солями, каких солей у нас переизбыток, каких нехватка. Все это нужно знать, чтобы правильно строить стратегию подкормок во время выращивания первого оборота с 1 марта по конец июня. То есть мы делаем все необходимое, чтобы быть готовыми к 1 марта к высадке рассады томата. К этому времени должна быть готовая рассада томата. Эта рассада в возрасте 45-50 дней от сходов. Она должна быть компактная, не потянутая, с вышедшей первой кистью, которая еще не зацвела. Она должна быть уже отчетливо видна. То есть если мы 1 марта высаживаем, то на 5 марта она уже должна цвести. И с хорошо развитой корневой системой. Это горшок объемом 0,6 литра, который полностью заполнен корневой системой. Она должна быть светлая, здоровая, активная. 1 марта у нас высадка. Отчитывая 45-50 дней назад, это получается, что 10 января необходимо произвести посев семян томата. Плюс-минус 2 дня, там уже еще смотреть по благоприятным дням. То есть в следующем видео 12-13 января покажем, какие гибриды мы сеем, каких компаний, в каком количестве и какие необходимые условия для получения равномерных, дружных энергичных сходов в течение 3-4 дней от посева.